Что было бы, если бы у ворота был не 45 градусов, а какой-нибудь, например, совсем не чуть-чуть, на 10 градусов? Понимаете ли вы, что задачу можно решить? Или это будет какая-то новая, непонятная, ужасная задача? Повторяю ворота. Квадрат чуть-чуть повернулся, вот друг квадрату, ну и сделаем так, чуть-чуть, более и более, и здесь то же самое, чуть-чуть повернулся. Разрежем параллельно сторонам пунктирного квадрата. Конечно. Самое простое, провести вот эту прямую, ребята, далеко. После этого отрезать вот этот кусок. И переместить вверх. И поставить его вверх. Мне это не хотела сказать. А, вы именно отрезали. Да, это самое нырное, да, самое плавное. Что у нас теперь возникло? У нас возник параллелограмма. Вот я у крыши наобозначу жертву. У нас возник параллелограмма. У которого одна сторона уже ровно какого надо направления. Что мы делаем дальше? Это очень просто. Дальше мы из вот этой точки проводим перпендикулярно. И там то же самое проводим перпендикулярно. И теперь вот этот переводник отрезаем. Сюда его отбегаем и кладываем. И у нас направления сторон встали где-то нато. А вот после этого нужно применять ту самую нашу задачу. Если есть два угольника, в данном случае один из них это вот наш квадрат. Для инженерных направлений ровно такое можно вот так идти. Вот, если у нас направление одинаковое, то в таком случае можно один перепланировать. На самом деле, если право не делено то, что я сейчас сказал, то есть показатель такую теорету. Когда у вас есть любой угольник, и любой угольник такой же мощи. Оказывается, для того, чтобы один можно было разрезать кусочек, параллельный переносок и получить другую. Необходимное, недостаточное условие такое. Вот, когда вы берете любую сторону, давайте ее считать с одним знакомым. А если есть потом предположенная параллельная сторона, то ее не считать с минусом. Вот это скрюс, а это с минусом. И у этого многоугольника тоже, да? Так вот, все такие штуки должны быть равны. То есть, когда вы берете многоугольник, любое направление, и сжимаете его с двух сторон по этому направлению. Когда многоугольник с этой стороны берем с одним знаком, с этой стороны берем с другим знаком, все это свернуется. И вот, для каждого такого направления, если хотите, чтобы все равны, то тогда можно сложить. Я сейчас доказывать не буду, но, в общем, это на самом деле, по сути, я все рассказал, но, в общем, я все рассказал в общем.